На протяжении последних двух недель игрушки заменяют малышки друзей из детского садика. Родители ребенка попросили нас не показывать лица своей крохи, чтобы впоследствии не возникло проблем с руководством дошкольного учреждения. На фоне игрушек особенно выделяется копия автомобиля скорой помощи. Несколько дней назад девочке впервые пришлось проехать на оригинале такого авто в больницу. Врачи диагностировали. Температура под 40, боль в животе и сильная диарея – это признаки сальмонеллеза, которым ребенок заразился в детском саду. Меня очень сильно, конечно, беспокоит. Вот сейчас она, если выздоровеет и опять пойдет в садик, а садик работает, и дети больные ходят в садик, и она… факт, что заболеет снова. И почему так-то? Санобработка посуды, пола там, ну, печка там, ну что там, холодильники. Все это должно же обрабатываться какими-то препаратами. Родители девочки также прошли медицинское обследование. Ни у кого из домочадцев заболевания выявлено не было. В квартире введен карантин. Девочки отвели собственное полотенце, посуду для еды и прописанные медиками антибиотики. Кроме этого, все игрушки ребенка по несколько раз в день промываются горячей водой. А это сам детский сад. В дошкольном учреждении 12 групп детей разных возрастов. По данным Роспотребнадзора, выявлен 31 случай заболевания сальмонеллезом, в том числе 3 среди работников. У 14 детей заболевание протекало в легкой и средней степени тяжести. У 17 клинические проявления отсутствовали. Все дети сейчас находятся под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства. В пищеблоке детского сада начата служебная проверка. При эпидемиологическом расследовании было установлено, что распространение инфекции предположительно произошло пищевым путем. Это связано с нарушением технологии по точности приготовления блюд. Возбуждены дела об административном правонарушении в отношении юридических, должностных и физических лиц детского сада и комбината питания. Артур Харламов, Александр Дудин. Новости сейчас.